всем привет с вами в очередной раз bearing и хоть новый год начался не с самого привычного контента для моего канала но все же в этом ролике вас ждет уже более привычная тема это очередной выпуск рубрики инфа сам по и сегодня речь пойдет про открытие нового сервера аризоны итоги 2017 года от адванса плана даймонда на 2018 и также расскажу вам про то как вертеич открыл глобальный баг на всех проектах сам по так что информации хоть под накопилось и не особо много но думаю что от этого она менее интересно не становится и поэтому давайте начнем первым делом я расскажу о даймонде и адвансе а после уже перейду к нескольким новостям к сэма аризоны кстати говоря и на даймонде и на адвансе была проведена своеобразная амнистия игроков честь нового года на адвансе разблокировали все аккаунты на которых оставалось менее чем 15 дней бана а на даймонде провели просто полную амнистию то есть сняли абсолютно все баны за все периоды и лично я в этом ничего плохого не вижу потому что второй шанс людям давать нужно и возможно в новом году они как-то исправятся что ли ну а если нет то просто повторно получил блокировку и в принципе все что касаемо адванса то они у себя в сообществе в конце 2017 решили подвести итоги года и вспомнить все обновления и мероприятия которые были выпущены за прошедшие 365 дней и здесь да довольно таки много всякой информации и я хоть игроком адванса и не являюсь но все же со всеми этими моментами знаком потому что делаю как раз таки эту новостную рубрику ну и собственно из всех этих обновлений лично для меня больше всего запомнилось евровидение которое было реально довольно масштабным мероприятием и новая работа на фармацевтичной фабрике которая хоть и по факту представляет из себя просто бегание по чекпоинтам но все эти анимации всякие разные эффекты во время работы полностью меняет ее восприятие и в общем то судя по этому посту год для адванса получился довольно продуктивным и думаю что 2018 будет ничуть не хуже что касаемо даймонда то они итоги уходящего года не подводили а наоборот рассказали о своих планах на следующий год здесь есть несколько пунктов которые для меня смотрится вполне себе интересная это к примеру партнерская программа за которую можно будет получать реальные деньги правда о ней говорилось еще прошлой осенью и какой-то более точной информации не предоставлялась так что остается только догадываться как это все дело будет реализовано еще довольно интересно смотрится новость касаемо создания приложения для мобильных телефонов от даймонда тут опять же тоже может быть множество всяких вариантов реализации но как-то что-то загадывать смысла особого нет в остальном же другие обновления у меня какой-то заинтересованности особой не вызвали возможно это из-за того что они просто описаны всего одной строкой и уже когда они будут выпускаться там будет нечто более интересное но и теперь давайте уже перейду к аризоне к новостям которые связаны с ней первое это ролик вертеича в котором он рассказал о якобы глобальном баги на всех проектах сам по если вкратце то его суть заключалась в том что путем определенных манипуляций просто создается копия уже имеющегося аккаунта и по итогу деньги с этого аккаунта тоже копируется и в результате таким вот образом можно было неплохо поднимать верты и делать себе чуть ли не миллиардное состояние в сампе но как оказалось позже этот баг работал только на аризоне и на других проектах подобные махинации провернуть не удастся но и в общем то на аризоне уже тоже не получится потому что этот баг довольно оперативно исправили и возможно кому интересно то более подробной информации касаемо принципа работы этого бага и всего прочего есть по ссылке в описании ну и последняя новость этого довольно короткого выпуска инфа сам по это открытие нового сервера аризоны под названием месса она состоится уже вот буквально завтра 6 января в 4 часа вечера по московскому времени и знаете я уже встречал довольно много комментариев по типу того что зачем открывать еще один сервер новогодние каникулы закончатся онлайн упадет и по итогу все начнет скатываться как сампрп в свое время и тут есть одно довольно простое объяснение всей ситуации случае с мпрп они просто открывали сервера и каким-либо образом не поддерживали активно рекламной кампании постепенно забивали на выпуск обновлений что в общем-то и привело их к нынешнему положению в случае же с аризоной на эту самую рекламную кампанию уходит довольно таки много средств и я более чем уверен что даже по окончании новогодних каникул онлайн да он упадет немного но все же будет держаться на показатели 700 800 игроков на каждом из серверов и кстати говоря с этим еще не открывшимся сервером месса уже произошла довольно интересная ситуация в паблике сам world появился пост касаемо того что этот сервер был взломан то есть к нему просто подобрали пароль и по итогу на нем был онлайн около 150 человек и да самое интересное что пароль был крайне простой это цифры от 7 до 1 так что если у аризоны будет открываться 8 сервера то вы знаете что делать берете айпи вводите пароль от 8 до единицы и спокойно заходите ну и в общем то в любом случае это небольшая обложность была в скором времени исправлена и пароль благополучно изменили а все созданные аккаунты понятное дело будут очищены такой вот выпуск инфосампа получился надеюсь что представленная информация показалась вам интересной и я в принципе все что хотел уже рассказал так что с вами был беринг и до выпуска новых видеороликов